Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Я увидел, что вам не ответили двое моих коллег, безусловно их ответы имеют смысл, но, тем не менее, я со своей позиции тоже хочу внести свою лепту в рекомендации по поводу ваших проблем. Во-первых, так. Недавно умрала моя бабушка, и теперь мне кажется, что жизнь скоротка. Смотрите, бабушка была для вас определенной кем-то. То есть, момент здесь в том, что нужно понять, кем для вас была бабушка. То есть, что ее смерть повлияла на вас таким образом, насколько вы были бабочке близки. Далее, ваше поведение, оно очень сильно напоминает чувство вины. То есть, вы как будто бы ощущаете себя виноватой перед бабушкой за то, что, например, веселитесь, что развлекаетесь, что, там, тратите свою жизнь, как мы говорим, пустую, ну и так далее. То есть, есть ощущение, что у вас есть вина перед бабушкой. Откуда это самое у вас возникло чувство вины? С чем она связана? Это важно. На мой взгляд, очень-очень важно. Далее, по поводу того, что жизнь скоротка, ну здесь я думаю, что вообще-то вопрос такой довольно экзистенциальный. То есть, мне это представляется так, что вы-то как жили, вы так и живете дальше. И вряд ли что-то кардинально изменилось в окружающем вас мире. Но то, что вы потеряли бабушку, на вас играло немаловажную роль. То, что вы говорите о том, что вы рвались в мегаполис, тоже, на мой взгляд, довольно важный момент. Если вы рвались в мегаполис, то зачем вы рвались в мегаполис? Для чего? И почему сейчас это для вас потеряло смысл? Можно сказать, что вы не совсем отдаете себя шерстом, где вы, где реальный мир, кто вы и каков этот самый, опять-таки, реальный мир. Понимаете? И так далее. Если это так, то личные границы свои и границы других нужно обязательно прочувствовать. Нужно их увидеть. Нужно понять, где я и где, собственно говоря, границы других людей. То есть вот этот вот момент, он важен, он очень важен для того, чтобы вы его проработали. Без этого момента вам будет вообще очень трудно. Ваша эмоциональность и впечатлительность, о которой вы говорите, может быть интерпретирована как проявление неуверенности в себе. Ваша эмоциональность может быть интерпретирована как результат того, что многие вещи вас задевают. Соответственно, можно говорить о том, а почему так? Почему вас многие вещи задевают? С чем это связано, да? Вот. Почему вы, например, не можете просто признать, что ваша бабушка прожила большую длинную жизнь, и у нее она была интересная, насыщенная и так далее? Почему вы не можете просто, как бы, принять тот факт, что бабушка ушла? Что это ничего не значит. Абсолютно. Это не значит, что жизнь краткая, это не значит, что вы, там, тоже свою жизнь тратите, например, в пустую и так далее. Нет. Это просто означает, что люди не вечны. И как раз таки, если вы считаете, что жизнь кратка, то жить-то ее нужно так, как хочется вам. Так, чтобы вы делали только то, что вы хотите, а не то, что, ну, например, там, делают другие, да? Не так, как хотят другие. Вот что важно. Понимаете? Вот это важный момент. То есть жизнь, она действительно скоротечна, но воспринимать ее, как некий такой, знаете, воспринимать ее, как некий фильтр своей деятельности не стоит. Это не приведет ни к чему хорошему именно для вас. Дальше, значит, вы пишите, что вы тратите свою жизнь ни туда, ни туда, а куда надо. А когда учитесь, например. Вот почему вы так считаете? Очевидно, что это работа вашего, как бы, внешнего идет, внешнего центра. То есть бабочка, скорее всего, как-то принуждала вас или считала, что необходимо учиться и жить правильно. она умерла, и вместе с ней умер, как бы, ваш фильтр, который, ну, вот, фильтр, который вы считаете необходимым для себя. Фильтр ушел, и теперь вы сами себя нажимаете в тиски. То есть бабочка, по сути, эта бабочка была мерилом правильности того, что вы делали. То есть бабочка определяла то, что, ну, то, что вы правильно или неправильно вы поступали. И как бы, если вы, например, вырвались в город, то вы знаете, что бабочка это, ну, позволила, может быть, или смирилась. А теперь, когда ее нет, вы как бы сами уже пытаетесь себя спорректировать. То есть сами пытаетесь себе придумать какие-то ограничения. Вопрос в том, почему эти ограничения вам нужны. Эти ограничения, скорее всего, сформировали ваши родители. В частности бабочка, может быть, может быть, может быть, кто-то еще, например, может быть, это ваша мама, которая тоже вас приучала, там, например, к определенной строгости, да, и так далее. Вот. То есть моментов здесь, ну, довольно много. Моментов здесь довольно много. Все эти моменты могут касаться вас. И я думаю, что именно об этих моментах в первую очередь с вами нужно разговаривать. То есть откуда вот этот вот цензор, чувство вины, принятие ответственности других на себя и так далее. Это вот, на самом деле, такой очень важный момент, о котором мне бы хотелось, чтобы вы обязательно подумали. Насколько, насколько это возможно, ну, именно для вас, да. Далее, значит, так. Перезумаю, что редко везю родных и даже хочу переехать в более маленький городок, где намного меньше возможностей, значит, для моей будущей профессии. Опять же, уникает вопрос. Если вы хотите приехать, то вам это, получается, для чего-то нужно? Если вы хотите приехать к родным, значит, вы что-то хотите от них получить? Может быть, вы хотите их как раз таки и получить, одобрение от них того, что вы делаете, чтобы они направляли вас, говорили, что вот ты там правильно все делаешь, вот ты там верно как-то себя ведешь, ты вот правильно там делаешь и так далее. То есть вам хочется получить, опять-таки получить некий цензор, такой цензор, какой у вас был, когда была, например, бабочка. То есть теперь бабочки нет, и цензор вам хочется получить другого, ну, в другом исполнении как бы. И вот, собственно, вопрос к вам. Помимо этого цензора вы сами можете как-то вот контролировать свою жизнь? Далее, значит, эм, так, «Лить без сити» с ними рядочком. Зачем? Для чего? Хотя я сама рвалась в мегаполис. Зачем вы вырвались в мегаполис? С какой целью? Спустя месяц после смерти бабочки у меня были панические атаки. А чего вы боялись? Вот панические атаки они были по поводу чего? Ну, тревожность, вот это всё, по поводу чего? Скорее всего, чувство свободы, отсутствие, скажем так, обратной связи какой-то у вас было. Ну, подождите меня, если я ошибаюсь, но панический атак это довольно серьезное проявление психической активности, и я думаю, что без внимания это нельзя оставлять в любом случае. Если у вас это было, то надо ответственно понять причину, по которым это у вас было, и с вами необходимо в этом направлении поработать, чтобы вы как-то обнаружились вместе с вами, а постараться обнаружить причины, источники панических атак. Так вот, они просто так-то ведь сами по себе не появятся, не появятся ведь, правильно? Вот. Дальше, значит, как вспомнил, аж неприятно. А почему неприятно? Опять же вопрос возникает, что в этом такого вот неприятного, по вашему мнению? Вот что, по вашему мнению, в этом неприятно? Ну да, в панической атаке понятно, что хорошего мало, но вы же говорите о чем? Ну, вы говорите о том, что мне неприятно. Если вы говорите о том, что мне неприятно, значит, вы что делаете? Как бы отрицаете? Вы как бы отрицаете то, что с вами произошло. Я не думаю, опять же, что это хороший способ, хорошее подспорье для выхода из этой ситуации. Понимаете? И если вам это не нужно, если вам это не нравится, то я полагаю, что с этим тоже нужно разбираться. Но стараюсь этого не делать и не бояться этих симптомов. Вы стараетесь этого не делать, а чего? Вы стараетесь не делать, а чего? Вы что, хотите сказать, что вы сами у себя вызывали эти приступы? Панической атаки или что? Я вот это честно не думаю, что вы сами у себя вызывали эти приступы. Если нет, опять, если вы не вызывали у себя приступы панической атаки, то в чем вы тогда, собственно, стараетесь не делать? Чего и почему? То есть, объективно, чтобы знать, что я что-то не делаю, нужно понимать, чего делать не нужно. А у меня нет ощущения, что вы понимаете, чего делать не нужно, потому что панические атаки, они, как правило, они не поддаются контролю и происходят как бы помимо нашего желания. И здесь опять же, опять же, к вам вопрос, так чего вы все-таки не делаете, так чего вы все-таки стараетесь не делать в этом контексте, в контексте панических атаки я имею в виду, да? Вот. Вот. Такой вот важный момент. Значит. Дальше. Вы пишете и не боятся этих симптомов. Ну, знаете, симптомов не надо бояться, а симптомы это лишь следствие, а причина это то, что вы, возможно, не догадываетесь. Как вы думаете, это нормально или у меня невроз? У вас определенно невроз, потому что вы потеряли удобную для себя форму жизни, вы потеряли привычную для себя форму жизни, и вам теперь очень трудно. Вам трудно и тяжело налаживать контакт с внешним миром, поскольку вы чувствуете себя оторваны от реальности. Ну, вот как это, по крайней мере, мне видится. И если вы чувствуете себя оторваны от реальности и чувствуете себя потеряны, плюс еще у вас чувство вины есть, например, перед бабушкой, допустим, ну, все это вместе как раз-таки вот и создает то, что вам тяжело-тяжело и постоянно хочется к родителям, то есть постоянно хочется сбросить с себя вот этот вот груз ответственности, который на вас постоянно наваливают, да, пытаются навалить. Далее, значит, паническая атака была один-два раза, после, по разу после этого, потом еще были приступы тревожности. Ну да, вот именно. Приступ тревожности – это когда вы не, как бы, не знаете, что вам делать, не понимаете, как себя вести. Приступы тревожности – это как раз-таки такое состояние, когда вам, вы не понимаете, что нужно делать. Приступы тревожности – это когда определенные модели поведения, которые приводили к результату, желаемому результату, всегда, до этого, теперь уже такого результата не дают. То есть, если раньше все ваши действия, возможно, были направлены на то, чтобы показать, допустим, бабушке своей, что вы там, допустим, опять же, что вы правы, что вы знаете, что вам лучше и так далее, и так далее, то сейчас бабушке нет, доказывать нечего, а что нужно вам, что правильно, если не нужно отстаивать свою точку зрения перед нашимой фигурой, непонятно. Это ввергает в вас тревожности. Поэтому я думаю, что в данном аспекте нужно прорабатывать именно это, насколько вы самостоятельно, насколько вы уверены в себе, уверены в том, что вы делаете и так далее. Так, само по себе я очень впечатлительный человек, но об этом я сказал. Важно понять, что делает вас впечатлительной, почему вы все принимаете близко к сердцу, и главное учиться отслеживать то, что ваше, то, что касается вас, и то, что вас не касается вообще никак. Значит, так, как будто бы кто-то бессознательно меня приводит. То есть, как с этим справиться, анализ вашей жизни, проработка тех вопросов, тех вопросов, которые вы услышали от меня, и, соответственно, через консультации понять, что они вас, собственно, тревожат. Это, это, вы испытываете, это симптомы. Причина, они, кажется, в другом, более глубине, в ваших отношениях с родителями. На этом все. Надеюсь, допомогу вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам кто-то непонятно из моего ответа, так же пишите, отвечу. Вам, если бы понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Продолжение следует...